За последние четыре месяца в Департамент по гражданству и миграции поступило более 3,5 тысяч заявлений о приобретении белорусского гражданства. Большинство обратившихся – украинцы. Все материалы ведомства изучают в оперативном порядке. Белорусское гражданство уже получили 1600 иностранцев. Из-за закрытого пункта пропуска брусги и кризиса с мигрантами впервые за много лет изменится маршрут следования волонтеров, которые привезут в Беларусь Вифлеемский огонь. Первым городом, куда доставят священное пламя, станет Гродно. Затем оно начнет путешествие по всем храмам страны. Товары первой необходимости останутся доступными. Профсоюзы берут под особый контроль стоимость продуктов, на которые отменено жесткое регулирование цен. Это крупы, некоторые виды овощей, колбасные изделия, рыба. Учитывая риск искусственного завышения стоимости, профсоюзы будут следить за ситуацией и пресекать попытки спекуляции. Минздрав в Беларуси выдал разрешение на ВОЗ и применение вакцины Кови-Вак. В начале месяца российский препарат поступил на аптечный склад. Во все области страны уже отправлены более 300 тысяч доз. Белорусам, напомним, на выбор предлагают «Спутник Ви», «Спутник Лайт» и «Верацел». В Беларуси с 1 января увеличится минимальная зарплата. Сейчас она выросла с учетом индексации до 418 рублей 14 копеек. С нового года сумма достигнет 457 рублей. Основной приоритет и задача на 2022 для правительства – рост благосостояния населения. Консолидированный бюджет сохранит социальную направленность.